Вы тоже считаете, что омлет это прекрасное блюдо на завтрак? А вот мои сегодняшние гости, звездная пара и семья, утверждают, что омлет, если его правильно приготовить, будет идеальным белковым блюдом на ужин, благодаря которому можно похудеть или поддержать прекрасную физическую форму. Все секреты прямо сейчас от моих гостей очаровательная Алена Амаргалиева и Тамерлан. Дуэт и на сцене, и в жизни. Тамерлан и Алена Амаргалиева – популярный украинский дуэт. Счастливая зерковая родина и турботливые родители двухлетнего сына Тимура. За время вагитности Алена погладшала на 14 кг. И благодаря нескладным правам и рациону, который ей порадил особенный тренер, уже за два месяца восстановила форму. Тамерлан имеет звание кандидата в мастер спорта по дзюдо и вместе с дружиной поддерживается здорового харчевания. Сегодня пара поделится одной из любимых, полезных средств, которые часто едят на вечеринку. Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Такие красивые, стройные. Сразу ясно, что правильное питание у вас на втором месте после музыки. Нет, на третьем. На первом – сын, на втором – музыка, на третьем – правильное питание. Именно так. Кому пришла в голову идея приготовить омлет на ужин? Ведь обычно омлет готовят с утра. И чем он особенный? Ну, омлет – это простое блюдо, от него точно не поправишься для тех, кто следит за своей фигурой, такие, как я, например. Сегодня я поделюсь рецептом белкового ужина, который я ела после несложной зарядки. И это помогло привести мои мышцы в тонус после беременности. Ну и Тамерлан очень любит поесть и очень любит омлет, потому что это белковая полезная пища для спортсмена. Какая ты молодец! И любимому угодила! И сама стала стройной! Ну, рассказывайте, что нам понадобится для приготовления этого омлета? Нам понадобится яйца, молоко, помидор, зелень. Отварная куриная грудка. Сухой васаби. Немножечко кефира. И творог. Судя по ингредиентам, это действительно отличный вариант для ужина. Света Фус неоднократно говорила, белковая еда в сочетании с зеленью отлично усваивается и дарит стройность. Это омлет какой-то с начинкой, что ли? Да, но ничего жирного. Особенность этого омлета, что он готовится без масла. То есть он у нас готовится на воде. Варить омлет на сковороде. Вот такого мы еще точно не делали. Ну, давайте. Поехали. Сразу видно, кто у вас главный по готовке. Берем яйца. Аккуратненько сбиваем. Музыкальный растет сынок. Расскажи, пока жена готовит еду. Да, он уже у нас поет песни. Ой, че боже мой. Конечно, ваши, из вашего репертура. Когда слышит наши песни, он сразу подбегает, начинает танцевать. У него постоянно какие-то новые танцы. На два яйца три столовых ложки молока. Омлет, как и остальные блюда, нужно все-таки готовить в хорошем настроении, в хорошей компании. Почему? Потому что это все-таки все сказывается на вкусовых качествах. То есть жена готовит, а ты вот ей какие-то приятные вещи говоришь. Да, анекдоты рассказываю. Песни поешь. Приятные какие-то истории. Ну, пока похоже на обычный омлет. Он у нас должен быть похож немножко на блинчик, потому что мы будем его еще смазывать. Таким сливочным кремом. Крем мы сделаем из творога, кефира и, собственно говоря, все. Берем сковородочку, заливаем туда 50 миллилитров водички. Вот мы сделали что-то особенное. Я закрыла крышкой, и она у нас доходит до кипения. Дай же мне что-то сделать, но в конце концов. Давай, я это сделаю. А то потом скажешь, я омлет приготовила. Ага, нечестно будет как-то. У нас есть еще здесь такой ингредиент, как сухой васаби. Для пикантности и легкой остроты вкуса мы добавим щепотку. Соль и перец у нас по вкусу. Сколько тебе понадобится моцарелла? Еще раз я взбиваю. Нам нужно 50 грамм моцареллы. И что, мы будем прям в воду выливать омлет? Мы будем в воду выливать омлет, для того, чтобы он у нас был в первую очередь нежирный. Это минимум калорий. И пышный. Тамик, я жду моцареллу. А, понял, понял. Тамик. А ты ее как нежно называешь? Китюня. Китюня и тамик. Мы этот омлет будем заворачивать в такой рулетик. И вот именно благодаря моцарелле у нас не будет ломаться форма. Ну что, вода у нас начинает закипать. Я думаю, что мы можем уже наливать эту нашу красивую смесь. Та-да-да-да. Мы ставим на небольшой огонь. Накрываем крышечкой. Как долго будет пропариваться там омлет? Минут 10-15. Для того, чтобы омлет не пригорел, можно еще пергамент положить. А сколько лет вы уже вместе, получается? Около семи. Около семи, наверное, да. Вы же постоянно на сцене. Ну да-да-да. Год за два. 14-14. То есть вы фактически уже друг о друге все знаете. Можно задавать любые вопросы, вот да? Ну да. Опа! Сюрприз! Опа! У меня. Что это? А у вас тоже. Смотрите, у вас, вот видите, тут неожиданно на кухне лежат планшеты с бумагой. Вот возьмите каждый себе. Я задаю вопросы Тамерлану об Алене. А Алене, соответственно, Утамикин, как ты его нежно называешь. Ты пишешь ответ о Тамерлане, а Тамерлан в это время молчит и никаких сигналов не подает. Насколько мы хорошо друг друга знаем. Да. И потом просто показываешь гостям и мне, а Тамерлан вслух дает свой вариант. Вот мы посмотрим. Прикольно. Хорошо. А вот как вы думаете, кто лучше кого знает? Ну это как пойдет. Нет, мне кажется, что все-таки я тебя. Возможно. Вот как, вызов брошен. Итак, готовы. Первый вопрос Тамерлану. За какую часть своего тела Алена больше всего волновалась после рождения ребенка? Забыл, как это называется? Да, вот это слово просто есть. Вот это вот. Все, я готов. Давай, показывай нам. Ну то есть Тамерлан написал фигура. Вопрос. За какую часть своего тела Алена больше всего волновалась? Зафигуру волновалась. Молодец. А сейчас вот пишет какую-то. Так, говори. За что ты волновалась? Я думаю, что все-таки за живот. Не живот, а написал живот. Итак, второй вопрос Алене. Он касается Тамерлана. Самая вредная привычка Тамика? О, я знаю. Опа. Ты пальцы прям загибаешь. Все свои вредные привычки вспоминают. Тамерлан, вот задумайся. На самом деле ответ очень прост. На поверхности. Как ты думаешь, что написала Алена? Наверное, я могу за собой где-то не помыть посуду, например. О, не мыть посуду! Отлично. Ну пока вообще один-один. Теперь опять к Тамерлану вопрос. Такой вопрос, я не знаю. Если ты ответишь неправильно, сколько весит Алена? Сейчас скажу. Без сомнений. Пишет на 10 килограммов меньше, чем подумал. Нам же все-таки потом еще разговаривать нужно после. Сколько ты весишь? Плюс-минус 52. О, 52! И в скобочках каждый день все меняется. Каждый день весь меняется. Четвертый вопрос, Аленушка, к тебе. Какую часть тела у Тамерлана ты считаешь самой сексуальной? Опа-опа-опа. Напишу, что я люблю. Это именно часть тела? Да. Именно твоего. Что она никогда не говорила тебе комплименты? Какая у тебя сексуальная попа, например? Боже, твои руки. На эту тему мы как бы еще пока не общались. То есть есть смысл вместе жить дальше, ребята? Вы еще о многом не поговорили. Ну, руки, наверное, да? Руки. И... О! Руки, да! Я люблю его сильные мужские руки. Вы прекрасно друг друга знаете, и это делает вас... Хороший конкурс. ...еще более гармоничной парой, чем мы даже думали о вас. Понравилось? Вообще классно. Будем дома играть. Воздушный. Красивый, воздушный. Назовем его Снежинка. Ему нужно пару минуточек, чтобы он остыл, а мы будем делать начинку. Я режу курицу. Курицу можно меньше половинки. Мы берем творожок и немножечко кефира. Мы используем насадку фуд-процессор в нашей кухонной машине с легкостью справиться с работой без усилий с нашей стороны. Можно регулировать скорость. Засыпаем творожочек. Приблизительно 150 грамм. Плюс добавляем кефирчик приблизительно 3 столовых ложки, для того, чтобы у нас получилась такая кремовая сметанная масса. И взбиваем. Нарезаем кубиками помилорчики. Как раз, когда ваш малыш еще не родился, но уже было ясно, что он у вас будет, я помню выступление в одном из клубов. Шум, веселье, праздник. И эти двое тоже веселые, голосистые. И я тогда думаю, ну ничего, родится ребенок. Они заплачут. Поначалу я очень переживала, что все-таки у нас больше такая вечерняя ночная работа. Бывало такое, что и по два концерта за ночь у нас было. Мы ездили в тур, 12 городов в Германии у нас было. И я была на седьмом месяце беременности. Я свою беременность очень легко переносила, поэтому я поехала в этот тур. Мальчик сейчас очень музыкальный. Многие говорят о том, что вот хватит уже двоих музыкантов в семье. Мы не будем ему мешать, если ему захочется быть музыкантом, а будем ему всячески помогать. Значит, у нас начинка готова. Мы достаем наш омлет со сковородочки очень аккуратно. Соскользнул. И смазываем вот этой вот сливочной смесью. Великолепно, великолепно. И мы добавим немножко сюда эту зелень. Ну что, с Богом. Красиво получается. Давай как раз сюда еще ложечку. Мы можем уже класть начинку. Как пицца. Добавляем помидорчики еще. Кстати, я хотела сказать о том, что зелень может быть любая. Мы немножечко дорежем сейчас лучка. По поводу сыра я тоже хочу сказать, что можно использовать другие сыры. Твердый сыр. Но мы сегодня используем моцареллу, потому что он менее жирный. Благодаря сочетанию белка и зелени, в котором содержится очень много витамина С, такой ужин благотворно влияет на тонус ваших мышц. Поэтому такое блюдо вечером можно кушать и не переживать о том, что вы наберете вес. У нас готово все фактически. И мы будем заворачивать омлет в рулетик. Для этого мы можем использовать или бамбуковый коврик, или, например, пищевую пленочку. Третий вариант – просто заворачивать. Просто, да. Что, в принципе, мы сейчас и будем использовать третий вариант. Будем пробовать. Таник, будешь помогать? Да. Я буду силой мысли. Я так понимаю, что помощь моральная прежде всего нужна, потому что Алена… Таник, будешь мне помогать? Раз – и сделала. А мне этого и достаточно. Так, у нас получилось. Главное – не мешать. Можно взять, я думаю, что даже зубочисточкой и так ее аккуратненько проколоть. И пока ребята готовят блюдо к подаче, я напомню, как мы готовили этот омлет. Возьмите яйца, моцареллу или другой сыр, молоко, соль, перец, куриное филе, кефир, сухой васаби, творог, помидоры, зеленый лук, укроп и петрушку. Куриную грудку отварить, нарезать мелким кубиком. Взбить яйца до однородности, добавить молоко, сухой васаби, натертый сыр, соль и перец по вкусу. В сухую сковороду налить 50 мл воды, довести до кипения. Вылить яичную смесь в воду, накрыть крышкой и готовить на медленном огне 10-15 минут. Измельчить зелень, нежирный творог с кефиром, тщательно перемешать. Омлет смазать творожным кремом, выложить куриную грудку, помидоры, зелень. Завернуть рулет. Мало того, что это диетическое блюдо получилось, белковое, так посмотрите, какое же оно еще и красивое. Попробуем обязательно, но я сейчас предлагаю выпить по чашечке кофе. Спасибо большое. Возвращайтесь, пожалуйста, садочки. Нескафе Классик. Бодрость на весь день. Будем пробовать омлет. Мы его порежем на три части. Отлично, держит форму. И оказывается, так легко его приготовить. Самое приятное, что вкусно и полезно. Но у вас же, наверное, в семье как? Что-то приготовили? Спели. Поели? Опять спели. Мне даже как-то неудобно. Были у меня в гостях и не спели. А мы споем. Почему? Давайте. Какую песню будем петь? Давай новую нашу песню споем. А я буду делать тебе ритм. Потоки ветра мы еле слышим. Не беспокойся, ведь тебя я не обижу. Одним дыханием с тобой мы дышим. Я для тебя самая лучшая малышка. Ой, как замечательно. Пробуем. Омлет необыкновенно нежный. На нем нет такой корочки, как иногда бывает, когда жаришь омлет. Да. Он прям обволакивает курочку и помидоры. Ну да, они как бы с курочкой тут хорошо подружились. Здорово. Творог же дает нам нежность, да, вот такой его вкус. Точно. Вот этот пикантный вкус васаби вы почувствовали? Очень необычный вкус. Такой прекрасный, гармоничный, как ваш дуэт. И мне понравился ваш дуэт не только в музыкальном плане, потому что мы давно вас так знаем, но сегодня вы так хорошо еще раскрылись, как гармоничная пара. Было интересно, очень спасибо вам. Спасибо вам огромное за этот рецепт, за хорошую компанию. Спасибо. Готовьте, это очень вкусно. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова